МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, дамы и господа, приветствую на этом YouTube-канале. И сегодня с вами я, Скаймарник. Тема этого ролика немного необычна для моего канала и совершенно, то есть непривычна для моих зрителей. Но в любом случае я считаю, что эта тема очень важна к поднятию, потому что как минимум она важна непосредственно ко мне, она касается непосредственно меня, моих друзей, моих родных. И я хочу вам ее осветить, чтобы вы понимали, что происходит в мире, что не только между Россией и Украиной есть война и стычки, что в других странах тоже происходит какой-то пиздец, тоже происходят какие-то ситуации враждебные, да? Потому что я знаю, что когда я жил в России, я совершенно не знал о том, что происходит в других странах. Я слышал из ящика, что мне что-то говорят, но я абсолютно, во-первых, этому не доверял, потому что большинство того, что льется из ящика, это все пиздеж и просто пропаганда. Я же, как человек, который действительно живу в другой стране, который живу в Израиле, я могу вам достоверно и все точно рассказать, как это вижу я, как обычный житель Израиля, как обычный подросток, живущий здесь. Я вам расскажу это из первых уст, как лично я воспринимаю эту информацию, что я думаю по этому поводу, почему я считаю, что это просто абсурдно. Сразу хочу сделать пометку, что я не претендую ни на какое звание там политического деятеля, который разбирает там отношения между сторонами, или там какого-то историка, который заходит в давние как бы исторические моменты, с чего это все начиналось. Нет, я, во-первых, не имею таких знаний, не имею такой спецификации, не основываюсь на этом, не пропагандирую это и, в принципе, не обсуждаю эти темы, просто именно с точки зрения обычного обывателя, который не интересуется политикой, который не интересуется конкретно вот этим зарождением этого конфликта. Как бы я, в меру своей школьной программы знаю, как это зарождалось, но далеко не более. Поэтому не смотрите это видео с точки зрения того, чтобы разобраться, что же там происходит, кто виноват, кто прав. Этого не будет в этом видео. Я достаточно поверхностно пройду по всем темам, именно то, как житель этой страны видит этот конфликт, как он это ощущает, как он это переносит в плане ментальной и что, в принципе, он думает по поводу этого конфликта. Не будем затягивать, мы начинаем. Вообще, немножечко начну именно с предыстории этого конфликта. А я говорю конкретно про арабо-израильский конфликт. Он длится уже, не знаю, 60, 70, 80 лет, в общем-то, с даты зарождения государства Израиль. Мой грех, что я не помню, когда зародилось государство Израиль, просто действительно я забыл это. Но, в общем-то, как только евреи приехали на эту землю, после того, как им выделили это, в общем-то, пространство, эту землю, арабы сразу же начали негодовать. Но это, в принципе, логично, потому что спокойно жили на этой земле, дедушки, бабушки жили на этой земле. Вдруг он заявляет, что вот теперь это место, вы здесь не можете жить, вам нужно выселяться, здесь будет жить другое государство. То есть, с точки зрения арабов, вот в этой ситуации, которую я вам описал, в принципе, достаточно логично. Типа, что у меня забирают землю, как это вообще логично. С точки зрения евреев, это тоже понятно, потому что это их историческая земля, они там были всегда, и им официально выделили эту землю, они приезжают. Ну, то есть, ничего, правонарушения нет. Но понятно, что вот эта ситуация того, что вроде и евреи приезжают на полных правах, но вроде и арабы здесь жили, никому не мешали, их выселяют. Как бы нет виноватой стороны. Есть две правые стороны. И две эти правые стороны начинают схлёстываться, понятное дело. Арабы газуют за то, что мы здесь жили, чего вы сюда приехали валить отсюда. Евреи газуют за то, что это наша историческая родина, это наша земля. И вот уже с этого момента вы можете понять, насколько далеко пойдет этот конфликт. Потому что здесь нет определенно, как бы виноватой стороны. Обе стороны виноваты, и обе стороны правы в то же время. Арабы могли подвинуться, евреи могли как-то по-другому общаться. То есть, обе стороны и правы, и виноваты. И эта стычка двух вот этих государств, она будет длиться еще на протяжении очень многих лет. И она длится до сих пор. То есть, сколько существует государства Израиль, а это примерно 70-80 лет. Все время этот конфликт присутствовал. Он где-то был более ярким, где-то он сполыхал огнем, где-то он немного утихомирился. Но что я могу вам сказать точно, что этот конфликт никогда не угасал. Полностью он никогда не угасал. Он постоянно продолжается. И я здесь, будучи уже два года, я это ощущаю на все 100%. Что касаемо моего эксперимента по поводу этого конфликта. Когда я переехал в Израиль, нас начали жестко бомбить. Нас бомбили в районе двух недель. В общем-то, большие залпы ракет со стороны сектора газа. Сектор газа это, в принципе, арабское государство, которое в большинстве и бомбит нас. Но, чтобы вы понимали, как это устроено, Израиль это маленькое государство, окруженное гигантами арабского мира. То есть, там и сектор газа, и Сирия, и Иран, и Ирак. В общем-то, все эти ребята, они вокруг нас. И мы, как такое маленькое зернышко, пытаемся от всех них отстреливаться. А они нас всем временем, как бы, бомбят. И вот, как только я приехал в Израиль, сразу же я сел в бомбоубежище на две недели, потому что начались жесткие погромы, начались жесткие бомбежки. У Израиля есть система, понятно, которая защищает от этих бомбежек, называется железный купол. Как она работает? Ракета вылетает с арабской территории, радар отслеживает эту ракету, выпускает встречную ракету, ракеты взрываются в воздухе, осколки в море. Все нормально. Но это было бы прекрасно, если бы не был шанс того, что ракета может не задетектиться. То есть, все равно не 100% ракет отбиваются железным куполом. Есть определенный процент, это там 10-15% которые падают в мирные города, падают в мирные дома и уничтожают мирное население. Это не боевые ракеты, это не ракеты, которые используют там Российская Федерация или Украина. Нет, это далеко не эти ракеты, это ракеты с говном. Условно, это реально железяки, которые напичканы гвоздями, всяким металлом, всяким разным дерьмом, которое они нашли на помойке. Потому что, в принципе, сектор газа, это не настолько богатая страна, чтобы закупать ракеты, чтобы закупать профессиональное военное оборудование, чтобы уничтожать, в общем-то, Израиль. У них всякое дерьмо. Им поставляют, конечно, какое-то оборудование, старшие братья, но опять-таки, этого не хватает, потому что все уничтожается, все как бы детектится. Вы поняли, как только я приехал в Израиль, я сел две недели, я был под бомбежкой. И эти бомбежки, они происходят каждый год. Я здесь почти три года, и каждый год были бомбежки. В какой-то год они сильнее, в какой-то слабее, но стабильно, примерно весной, в мае, в апреле, начинаются бомбежки. И нас начинают плотненько так хуярить. Мы все спускаемся в бомбоубежище и сидим там. И это не самая страшная сторона этого конфликта, потому что бомбежки, это, ну, в принципе, они бомбятся, мы ничего не можем с этим поделать. И, в принципе, то есть, железный купол неплохо справляется. Хоть он и не отбивает 100% этих говноракет, но все равно большинство отражается и большинство уходит в мусорку. Тем более, везде есть бомбоубежище, в каждом доме в Израиле обязана планировкам бомбоубежища, которое защитит тебя в случае того, если вдруг в твой дом, не дай бог, попадет ракета. Самая страшная сторона этого конфликта, это не бомбежка, это теракты внутри страны. В Израиле проживает большое количество арабского населения. И во время того, когда Израиль начинает уничтожать арабских лидеров террористических группировок, то есть, как это происходит, Израиль ищет лидеров террористических группировок из Сирии, из Ирана, там, условно, да, из сектора Газа, они их уничтожают, после чего арабы начинают, ну, то есть, арабские государства, я не буду говорить арабы, чтобы не обобщать, арабские государства начинают бомбить Израиль, Израиль отбивается после чего начинаются ножевые конфликты или даже вооруженные конфликты внутри страны, то есть это теракты допустим, последний теракт проходил менее полу недели назад где мужик, я не знаю, можно ли это добавлять как бы на ютуб, я думаю, не стоит это делать, но если вы захотите, вы можете всегда зайти ко мне в телеграм беседу ссылка в описании, и там я скину это видео. Мужик просто выехав на своем автомобиле, он врезался в трех евреев, вышел из своей машины, начал всех пырять ножом, пырнул около трех людей, после чего его застрелил гражданский. И эти конфликты если в России когда я жил в России, это что-то прям, вау, что теракт какая же здесь, к этому относятся гораздо спокойнее, потому что они гораздо более частые практически стабильно раз в 2-3 месяца происходит какой-то конфликт, какой-то теракт и ладно, если это ножевой обычный теракт очень часто это вооруженные теракты где какой-то араб какой-то террорист он входит в какой-то торговый комплекс, начинает всех расстреливать или еще какие-то, то есть рядом с магазином это часто происходит и это очень стремно, потому что это происходит непосредственно в Израиле в любых городах это нет такого, что они там долбят конкретно город, нет, это может произойти в абсолютно любом городе, это не так работает, что вот ты идешь, там условно у тебя куча евреев по бокам и один араб и вот он скорее всего сделает конфликт, нет очень много арабов в Израиле и очень много хороших арабов в Израиле это важно услышать, потому что лично у меня есть друзья, такой как бы восточной нации, которая очень хорошая которая хорошо относится к Израилю, которая добродушна к израильтянам а есть другой тип арабов, которые очень вражески настроены, которые готовы уничтожать, готовы убивать своих собратьев и просто уничтожать нацию и почему это не перерастает в более большую войну, почему арабам просто не взять и не ебнуть Израиль, ну то есть просто ввести войска и не уничтожить Израиль ведь у него так много поддержки там Там и Иран, и Ирак, и сам сектор Газа, и старшие братья по типу Сирии. То есть они же все его поддерживают. Почему они так не сделают? И также Израиль. Почему он не возьмет и не просто даст пизды сектору Газа, чтобы те больше никак не провоцировали их и больше не было таких конфликтов? Для израильтян, я думаю, вам понятно. Мы окружены большим количеством арабских государств. Если вдруг мы рыпнемся чуть больше, чем нам можно, если вдруг мы как-то вот сделаем то, что не понравится остальным, нас просто уебашут. Реально, нас уебашут, слишком много арабского населения вокруг, слишком много арабских стран, которые будут поддерживать друг друга 100%. Почему же сектор Газа, допустим, не нападает на государство Израиль? Потому что у государства Израиля есть старшие братья по типу там Соединенных Штатов и других держав, которые в случае нападения на Израиль, они за него заступятся и как бы как маленькому брату помогут. И поэтому этот конфликт не переходит на следующий уровень, потому что если они кто-то из этих двух сторон решат перейти на следующий уровень, это начнется прямо мировой конфликт, потому что за тех вступятся эти, за этих вступятся те, и это уже будет война держав, где большие государства будут враздавать между собой. Это никому не нужно, этим никто не хочет заниматься. Поэтому большая война и не начинается. Поэтому все происходит в таком формате, что израильтяне ищут террористов, то есть глав террористических группировок уничтожают их, сектор газа пускает ракеты, Израиль отбивается, теракты в Израиле. Схема очень простая, и она повторяется из года в год, из года в год она повторяется, ничего не меняется, я вам говорю серьезно. Но просто лично для меня сейчас будет непосредственно мое мнение о том, что я думаю по этому поводу, по поводу этой ситуации. Лично по моему мнению, это ну просто это настолько бессмысленно. Этот конфликт никогда не выйдет на новый уровень, а если выйдет, то это будет полный пиздец. И одержать конфликт на вот этом низком уровне, то есть по идее это достаточно низкий уровень противостояния, потому что ну что там теракты на уровне страны, или там что там вот эти банки, за которые они кидают, которые отражаются. В принципе это ничего такого, ну то есть прямо жесткого, да. Для приезжих это конечно будет шок, но для израильтян и для правительства это в принципе такое, достаточно обыденное действие. Так в чем смысл продолжать эту обыденность, которая ну просто ничем, ничем не помогает ни для одной, ни для другой страны, просто выкидывается гигантское количество денег на оружие, на снабжение солдат, на повышение технологии обороны и атаки соответственно. Вот просто ничего не происходит. Те стреляют, те отбиваются, те стреляют, те отбиваются, те стреляют, те... Ну короче, прикол в том, что этот конфликт не заходит дальше. А какой смысл продолжать этот конфликт, если в любом случае, там условно некоторые из израильтян говорят, что идеология арабов это уничтожить еврейское государство. Возможно это правда, возможно это нет, я не буду на это заходить. Но в любом случае, это максимально глупо, вести вот такую войну, которая ты физически не можешь перейти на следующий этап, но смысла от вот такой войны нету никакого. Никакая из сторон не будет уничтожена, все так и продолжат друг на друга бычить и просто будет страдать бесконечное мирное население. Бесконечное мирное население будет в таком небольшом страхе и в опасении, что же произойдет завтра. И это не закончится. Как арабы переживают, так и евреи, я вам отвечаю. И на самом деле, евреи, они не настроены прямо вражески против арабов. То есть в Израиле есть очень много арабов, к которым нормально относятся. И арабы, живущие в Израиле, они не настроены против евреев. Настроены исключительно террористы, правительство и все вот эти вот более, как бы, не мирное население. А что касаемо настроя населения, конечно, все перепуганы, конечно, все боятся, но лично, по моему опыту, когда только я сюда приехал, я очень усался. Ну, то есть, я не скажу, что я прям наложил встаны, но для меня это было прямо мы идем в бункер сидеть там, типа, неделю. Понятно, что неделю мы не сидели, мы выходили наружу, но в любом случае для меня это было что-то прям супер что-то. Что, блядь? Что за херня? Сейчас нас убьют. Когда ты проживаешь здесь год, два, полтора, и ты видишь, как другие люди относятся к этому, как они уже, типа, а, ну бункер, блядь, сейчас я доем, подожди секунду и пойду. Безответственность, да, но просто для них это уже такая обыденность, как, не знаю, вам в туалет сходить, действительно. И ты к этому относишься уже гораздо проще. Для тебя это уже как, ну да, ну типа, ну да, бункер, ну это же, опять-таки, весна, так что нам нужно идти в бункер. И это абсолютной обыденностью становится. На этом все, друзья, я вам рассказал про израильско-арабский конфликт, который происходит прямо сейчас в моей стране. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем хорошего дня, вечера, утра. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok